А кто мы есть в современном мире? Наша роль, да? У Путина звучали, что прочный мир без России невозможен. У меня большие сомнения, что мир выстраивается мимо нас вообще. Ну, об этом поговорим. Во-вторых, у меня было какое-то ожидание, что тот курс, который продолжается, начатый величайшим предателем в истории человечества, он будет как-то изменен. Вот. И, конечно, хотел я услышать еще, чем, каковы все же цели вот этой СВО. Потому что когда вот этот знаменитый СОУБЕС состоялся, и Путин в прямом эфире для всего мира, и Путин, значит, ставил вопрос, ну, в основном это Донецк и Луганск. Принять, не принять их в состав России. И, значит, вот операция как бы планировалась для того, чтобы включить вот эти две непризнанных республик в состав Российской Федерации, и, естественно, обеспечить и мир этим республикам, вот, и, конечно, обеспечить их защиту в составе России. Но дальше пошло что-то все не так. Так вот, здесь тоже, и мы не услышали, вот, все же, каковы цели, достигнуты ли цели первого этапа, денацификация, демилитаризация Украины, тоже не услышали. И где же наша победа? Ну, то, что там есть такие моменты, что вот участники СВО встали на защиту нашей Родины, где эта Родина и что это за Родина, не услышал четко об угрозах, которые именно для России являются важнейшими, поскольку сегодня вот стоит вопрос, быть Россией или не быть, что это было вот за шоу, вот какой жанр здесь? Или же он отчитывался? Здесь логика совсем другая. Вот что мы планировали. Или там 20 с лишним лет, вот, курс его, значит, продолжался, или хотя бы взять последние его 6 лет. И логика, ну, нам всем, наверное, приходилось где-то вот выступать и на партийных собраниях, там, значит, вот, в целом подводишь итоги всегда. Вот мы планировали, вот чего достигли. Не достигли того, того, того. Причины мы видим в том-то и будем, значит, там наращивать, и, конечно, постановка новых задач. Вот какой это был жанр? Второй вопрос у меня, вот то, что я ожидал, что что-то вот будет меняться в лучшую сторону. И вот сидел, записывал, потом еще раз прослушивал, а что у нас изменяется? И вот здесь я перейду к главному своему вопросу. Кем является сегодня Россия? Да, значит, кто вот в ООН? Мы, значит, являемся правоприемником СССР. Надо вот России прежде всего думать, чтобы какой-то вот образ будущего, будущих отношений с НАТО, вот вернуться, может, к системе коллективной безопасности. Образ отношений нужно выстраивать там. Ведь сейчас, смотрите, что получается. Вот нужна или третья страна, но китайцы, похоже, вот отказываются влазить сюда. Китайцы столетиями, тысячелетиями, значит, помнят нанесенные им обиды. А вот эта спецоперация не нанесла ли китайцам ущерба экономического? Потому что вот он был, шелковый путь. Шел как раз вот через Украину в Европу. Мы его зарубили. Зарубили. Так что у китайцев не надо думать, что они прощают вот эти наши дурь, наши вот эти ущербы. И в целом человечество, и китайцы, и так далее. Китайцы, вот когда вот этот союз развалился, я постоянно с ними вот работал во все времена. И они были в некой такой растерянности. Для них это тот же самый ущерб, как вот и спецоперация. Она нарушила их логику, их планы. Ну, после послания стало еще тревожнее. Попри все, мы, шановні глядачі, выстояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишитесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар, та поширюйте цю информацию. Субтитры создавал DimaTorzok